В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Из кафе на больничную койку в Самаре расследуют уголовное дело в отношении директора кафе «Чистые пруды» Виктора Яковлева. Его обвиняют в избиении посетителя, которому теперь требуется серьезная операция. Так Алексей Богаткин выглядел около трех недель назад. За синяками почти не видно глаз. Выбиты зубы, переносица сломана. В верхней челюсти, как показал рентген, два перелома из трех возможных. Вечер в кафе, приятно начинавшийся в кругу семьи и друзей, привел к неожиданной развязке. В какой-то момент Женя Алексеев случайно стакан разбил. Но мы сильно значения не придали. Отставили просто в сторону, решили оплатить вместе со счетом. И сидели, продолжили общаться. Алексей вспоминает, вскоре к их столику подошел мужчина. Представился директором кафе и в грубой форме потребовал заплатить за разбитую посуду. Я сидел молча просто. Женя возмутился на такое отношение. Сказал, что мы ничего прятать не собираемся, все оплатим. И как бы хамить вообще не обязательно. Дальше события развивались молниеносно. Друга Алексея начали избивать. И через минуту под удар попал и он сам. Говорит, всей драки толком не помнит. Несколько раз терял сознание. В конце концов, у него отобрали мобильник и заставили написать расписку, что претензий к заведению он не имеет. Директор стоял над ним, диктовал, что писать. То есть буквально заставили, да? Заставили. По-другому никак не скажешь. Он был очень в каком-то неадекватном состоянии. Такой злости никогда не видела. Позже молодым людям удалось вызвать полицию. Наряд приехал быстро. В отделение забрали друга Алексея и директора кафе Виктора Яковлева. Чуть позже задержали еще одного участника драки 26-летнего Самарца. По признакам преступления, предусмотренного статьей «Имышленное причинение средней тяжести вреда здоровью Уголовного кодекса Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося». Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Что касается директора кафе Виктора Яковлева, свои объяснения он дает в соцсетях. По его версии, молодые люди первыми напали на него и начали душить из-за сделанного им замечания. А также ссылается на проблемы со здоровьем. Мол, болен с сахарным диабетом и нервничать, а тем более драться не в состоянии. Но слава его с поступками не вяжутся. Это видео было сделано за неделю до инцидента. Так Яковлев встречает членов общественного движения по защите прав потребителей, которые проводят рейд по проверке качества продуктов в кафе «Чистые пруды». А это видео было сделано нашей съемочной группой в ходе очередного посещения с проверкой все того же кафе. Не трогайте оператора, во-первых. Зачем вы руки распускаете? Скверные слухи об этом кафе в интернете ходят давно. Некоторые пишут, что клиентов заставляют платить за фоновую музыку. А если те отказываются, удерживают силой. Тем временем кафе продолжает работать и принимать новых гостей. Алексей Богаткин и рад бы забыть о заведении, да рано мешают. Сейчас ему требуется серьезная операция на верхнюю челюсть. Медики уверяют, она откололась от черепа. Нужно ставить металлические пластины. Пока приходится жить на йогуртах. Что касается друга Богаткина Евгения, медики подозревают у него отслоение сетчатки глаза, который может повлечь потерю зрения. Самарские полицейские задержали мошенника, который пять лет находился в федеральном розыске. На его счету более 50 преступлений, совершенных в 18 регионах России. По данным полиции, 43-летний задержанный уроженец Тюмени. Мужчина снимал квартиры посуточно, а затем, выдавая себя за хозяина, сдавал их другим людям в аренду на длительный срок. После чего скрывался с деньгами. При очередной попытке мошенничества злоумышленника взяли с поличным. Он сейчас задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он как бы сознался в своих деяниях, пояснил, что таким образом зарабатывал себе на жизнь. ДТП в Самаре унесло жизнь 57-летней женщины. Авария произошла около 10 часов утра на Волжском проспекте. По данным инспекторов ДПС, все произошло на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и не заметила приближающийся грузовик. В результате ДТП женщина 1958 года рождения скончалась на месте. По данному ДТП в настоящее время ведутся следственные действия. Большую партию наркотиков уничтожили на одном из заводов Самары. Зелье было изъято в ходе работы областного управления ФСБ и наркоконтроля. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Вещдоки уничтожению подлежат. Решением суда по уголовным делам за 2013-2014 годы изъятые партии наркотиков сожгли в присутствии комиссии. Из незаконного оборота изъято более 37 килограмм сильно действующих наркотических средств. В том числе свыше 24 килограмм героина, более 4 килограмм марихуаны, порядка 1 килограмма амфетамина, а также более 7 килограмм иных синтетических наркотических средств. Уничтожение наркотиков путем сожжения в доменной печи на одном из самарских заводов. Уже проверенный и хорошо отработанный метод. Готовы сжигать, помогать родному государству уничтожать наркотики. Как только закрывается уголовное дело, наркотики привозят нам на сжигание, мы их сжигаем. Чтобы уничтожить даже самую большую партию наркотиков, много времени не требуется. Разогретую до 700 градусов печь опускают партию наркотиков через 20-30 секунд. А до травы не остается даже пепла. А вот специалисты Россельхознадзора придали огню около 500 голландских хоризонтем, привезенных из Чехии. В цветах, которые привезли на одну из цветочных баз Самары, были обнаружены личинки вредоносных насекомых, способных оказать поражающее действие на 360 видов растений, в том числе на овощи. Опасные цветы немедленно уничтожили, сожгли прямо на территории цветочной базы. Западный калифорнийский цветочный трипс – это карантинный вредитель растений, включенный в перечень карантинных объектов, утвержденный приказом Минсельхоза. Западный цветочный трипс ограниченно распространен на территории Российской Федерации. Это вредитель не только цветочных и декоративных растений, но также овощных и фруктовых культур. Героям нашего следующего сюжета поджечь что-то удастся только после погашения долга. Более 80 миллионов рублей задолжали жители Самары за услуги газоснабжения. В прошлом году с должников была взыскана только часть этой суммы. На сегодня долг самарцев за газ составляет более 50 миллионов рублей. К тем, кто не платит длительное время, наведались судебные приставы и газовики, чтобы исполнить решение суда и перекрыть подачу голубого топлива. Отключение газа, говорят специалисты, крайняя мера. Долги некоторых неплательщиков исчисляются десятками тысяч рублей. И другого выхода заставить их платить нет. Мы имеем право в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор, если абонент не оплачивает в течение трех расчетных периодов. Ну, как правило, мы обращаемся в суд с засканием при образовании задолженности в размере 10 тысяч рублей. После этого в работу включаются судебные приставы. В их присутствии визит газовиков к должнику становится менее опасным. Хотя попасть в квартиру к неплательщику получается не всегда. Несмотря на предупреждение о визите, требования быть дома многие игнорируют, а то и попросту не открывают дверь, чтобы не остаться без газа. В этом случае предусмотрен штраф. На человека, который, зная, что к нему придут представители Федеральной службы совместно с газовой службой, не открывая дверь или не находится дома, составляется адаптивный протокол за противодействие правосудию и взыскиваются денежные средства согласно решению суда. В этом случае по решению суда сумма штрафа может составить от 2 до 5 тысяч рублей, плюсом к основному долгу за газ, перекрыть который дело нехитрое. В течение 10-15 минут на газовый кран ставится запорное устройство, снять которое можно лишь имея ключ, либо хорошую ножовку по металлу. Долг жителей этой квартиры уже приближается к 10 тысячам. Хозяйка оправдывается, расплатиться по счетам помешали проблемы со здоровьем. Чтобы погасить долг, много сил и здоровья не нужно, объясняют газовики. При себе они носят мобильный терминал. Пара минут и проблема решена, одним должником меньше. А судебные приставы отправляются по новому адресу. В прошлом году в Самарской области за долги от газоснабжения отключили более двух тысяч квартир.